На холме высоком, на краю села, там живут... Вы, наверное, уже догадались, что участники нашей сегодняшней программы – это цыгане, но цыгане верующие. И сейчас я представляю вам их. Это Василий Васильевич Каналош из Закарпатья, из-под Ужгорода, его родной брат Иосиф Васильевич Лакотош и из самого Ужгорода, тоже из Закарпатья, Иосиф Зигмундович Лацко. Итак, цыгане. Вот мое представление о цыганах, наверное, таково же, как и большинство русских людей. Первое, что я помню о цыганах, что у меня в памяти отложилось, в своей родной деревне, в Сибирской, однажды, увидел, что приехали цыгане, и такое началось. Цыгане ходили по дворам, там творилось что-то невообразимое, и люди ничего не могли поделать. Цыгане, цыгане! Знаете, в наших селах тоже там, на Закарпатье, на Западной Украине, где разные народы тоже, если цыгане, это было в 60-х годах, если появлялись в какую-то деревню, в село, то мамы, детишек пугали. Если будешь плохой, плохая, заберут тебе цыгане, отдадим цыганам. И это, да, действительно, образ жизни такой наш. Он как-то людей отталкивает и настораживает. Никакого общения. Я ходил в школу, сам за 8 лет на самой задней парте сидел, без ручки, без тетради, без ничего. И украинским детям говорили дома, чтобы никакого общения, контакта с нами не имели. Но вы жили табором, да? Да, в таборе, в таборе. Это одни цыгане, маленькие избушки такие, грязно, собак много, детей много, лошади раньше держали. Мы не имели никакого участия в общественной жизни села. Даже уже когда немножко подрост, вроде такой, как будто друг, вместе ходили. И один раз мы выпивали. И он мне задал такой вопрос. «Иосиф, скажи, когда цыган человек?» Я так посмотрел на него, на себя, думаю, что сказать. Промолчал. Но он говорит, знаешь или не знаешь? Говорю, нет, не знаю. Он говорит, когда далеко. А когда идет ближе, то сплюнет. Это не человек, это цыган. Но я хочу сказать, Господь любит цыган. Господь любит всех людей. И Господь хочет всех людей сроднить, дать правильное направление, будущность, настоящую, которая радует, утешает. И вот я бы не хотел много рассказывать, но о детстве, о том. Я бы хотел рассказать, как нашел меня Господь Иисус. Как я раньше имел представление о Боге. У нас там в селе Закарпатье горное такое. Вот брат говорит, что он был уже у нас, видел. И на такой возвышенности церква. И один раз я зашел в эту церковь и рассматривал там такие, знаете, на плафоне картинки эти, нарисованные святые эти. И спереди стоял стол, на столе такая большая чашка или миска, и там копейки были, деньги, кто что бросал. Я подошел ближе и смотрел на эту. Потом этот, который возле батюшки стоял, подошел ко мне, взял меня за рука, вывел до выхода, пнул меня ногой и некрасиво кричал мне вслед. Понятно. Он решил, что вы хотите, раз цыган, украсть? Да, он так подумал. И потом я рядом там уже с табором залез одному человеку в огород. Это уже осень была, и по земле уже яблоки были. А мы очень бедно жили. И я этим яблоками набил пазуху и перепрыгнул через забор. Он увидел меня и начал за мной бежать. А он тоже там в церкви какой-то руководитель был. Когда Рождество, они приходили к цыганам в табор рождественские песни петь. И когда он за мной кричал, этот человек, он мне сказал, начал меня проклинать, чтоб тебе Бог цыганский. И я убежал от него, и сразу такая мысль. Бог цыганский? Какой он из себя? Красивый, есть Бог цыганский. Все, я уже, меня уже мысли, как бы видеть его. Такой ли он красивый, как у украинцев, или такой похож на нас, как мы цыгане. А бабушке моей одна подружка там из села на козы пасла там. И принесла, и подарила ей такую маленькую иконку. Иконка была с гипса, на ней изображен Иисус Христос, на челет терновый венок, и сердце такое, и на сердце тоже терновый венок. И она лежала на столе. А я подошел, смотрю, украинский Бог, такой, как я там видел. А что он здесь делает? Украинцы нас не любят, не хотят. Значит, нас здесь же свой Бог. Значит, в наших домах должен быть наш Бог, цыганский. Субтитры создавал DimaTorzok